Здесь русский дух! Искали и всех заклинали к этим поискам присоединиться. Темой круглого стола этого первого общественного мероприятия орловских изборцев стал русский мир. Его цивилизационные особенности и статические проблемы, в том числе внешние, и, конечно, его перспективы, ведь изборский клуб – это сообщество экспертов, занятых внутренней и внешней политикой России и нацеленных в том числе на формирование идеологических принципов развития страны. Клуб был создан еще в 2012 году, со временем стал обзаводиться региональными отделениями. В Орле оно открылось совсем недавно, 16 января, в ходе выездного заседания изборского клуба в нашем городе. Как говорят сами изборцы, их клуб как идеологический спецназ, ведущий борьбу за умы. В работе этого круглого стола принял участие первый замгубернатора и председателя правительства области Александр Бударин. Региональный Орловский изборский клуб начинает свою работу, в общем-то, очень интенсивно. Но до сегодняшнего дня все-таки мы окормляемся идеями основателя изборского клуба. Стало время нам также самим в этом направлении поработать. Заседание посетил гости столицы Владимир Винников. Культуролог, ответственный секретарь газеты «Завтра». Конечно, были члены РЕК, отделение клуба и его председатель Сергей Кочергин. На сегодняшний день существует хорошо проработанный либеральный проект по уничтожению России. Были представители творческой и научной интеллигенции, общественных организаций, духовенства. Например, диакон Игорь Голиков рассказал о целенаправленных нападках на церковь, как элемент информационной войны против России. В советские годы в Ленгеле существовал целый отдел, который занимался Русской православной церковью. И он начинал более 100 сотрудников. Полагаю, что сейчас их количество не уменьшилось. А Виктор Левцов, ответственный секретарь по научной работе Орловского отделения клуба, указал, что характеристикой русского мира является его позитивное влияние на мир остальной. Россия всегда сначала влияла, оккультуривала, приводила к православию, а только потом объединялась по желанию, как правило, самих народов с этими народами. Безусловно, бывали и стычки, безусловно, бывало и противоборства, но вот это позитивное влияние Россия всегда преобладала. В общем, в докладах участники круглого стола представили свое видение России в мире и заставили всех мечтать о том, чтобы прозвучавшие слова «да богу бы в уши». Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал Первый областной.